МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырычкина. И сегодня в выпуске. 30 лет во имя детства в Чуваши стартовал традиционный благотворительный марафон. Врезалась в столб и загорелась. Серьезное ДТП в Чебоксарах унесло 4 жизни. Как решат горожане? Жителям Чуваши предстоит выбрать, как будут благоустраивать общественные пространства муниципалитетов. Промышленность – основная отрасль экономики Чуваши. В 2017 году она обеспечивала более 30% валового регионального продукта и более 50% платежей в бюджеты всех уровней региона. Сегодня на жидельном совещании главы Чуваши обсудили предварительные итоги работы промышленного комплекса. В Чуваши с начала года увеличилось производство машинооборудования. Это заслуга таких компаний, как Чуваш Торгтехника. Она производит профессиональное пищевое оборудование. Льдогенераторы, печи, тестомесы – ассортимент постоянно обновляется. Группа компаний Техмашхолдинга тоже увеличила объемы производства на 20%. В основном за счет экспорта в Турцию и Узбекистан. Хорошую динамику показали и предприятия электротехнической отрасли. Темпы роста на 55%, на сумму почти 3 миллиарда рублей увеличили. Если по подвидам деятельности, у нас тоже сейчас электротехника делится на два подвида деятельности. Электрическая оборудование – это 130%, электронная и оптическая оборудование – это 220%. Здесь наибольший клад мы видим по Ичлевскому заводу высоковольтной аппаратуры. В 4 раза Морпосад кабель, Лара, Электроповор завод, Электроавтомарт, ВНИИР – тоже темпы роста значительные. В 2018 году Чувашия в числе 16 субъектов страны в качестве пилотного региона реализует приоритетную программу повышения производительности труда и поддержка занятости. В ней принимают участие 11 ведущих предприятий. Инвестиционных проектов должно стать больше. На полях Сочинского экономического форума подписан ряд соглашений о сотрудничестве с регионами России и производственными предприятиями. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. И вот итоги работы Российского инвестиционного форума. В активе Чувашской республики пять подписанных соглашений о сотрудничестве. Вообще, социально-экономическое развитие регионов – ключевая тема большинства панельных сессий. На форуме определили лучшие проекты, которые помогают улучшать деловой климат и инвестиционный потенциал. Тему продолжит Инбитрий Ковалев. Такого не ожидали даже организаторы конкурса. В этом году на суд жюри поступило более 500 заявок из 77 регионов. Выбрать лучших – задача непростая. В финал прошли только 20 проектов. Тенденция последних лет, когда действительно мы учимся друг у друга, когда регионы абсолютно открыты и готовы делиться. У нас появилась номинация по волонтерству. Владимир Владимирович в прошлом году объявил этот год годом добровольчества. Мы представили ему стандарт развития добровольчества, который мы бы хотели предложить регионам для внедрения. И хочу сказать, что уже сегодня 50 субъектов Российской Федерации внедряют этот стандарт. Финалистом именно в этой номинации стал и проект комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксара. Его волонтеры – женщины преклонного возраста. Они помогают семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, присматривают за детьми. В команде «Экспресс-бабушек» – бывшие воспитатели, учителя и медработники. За эти годы проект доказал, что деньги решают далеко не все. Важно протянуть руку помощи. У каждого человека должна быть душа и сердце. С доброй душой и бизнесмен, и молодые люди, и волонтеры, и неволонтеры делали с любовью, любое порученное, ответственное дело. Тогда все будет. Для этого нужны патриотические чувства. И у нас огромное количество примеров, когда целые регионы из глубоко депрессивных регионов, благодаря, прежде всего, усилиям региональных и муниципальных властей, делают великолепный успех. Практики финалистов отмечают организаторы, необходимо тиражировать. Среди лучших проектов – мобильная программа для реализации сельхозпродуктов, регистр электронных услуг в сфере строительства, программы профориентации. Если говорить про то, какие практики, какие направления, наверное, среди моногородов были более востребованными. Практика по социальным проектам. Вторая практика – это вовлечение общественности. Мы ставим это в приоритет 2018-го. Когда вместе с гражданами, вовлекая людей, мы вовлекаем их не только в команду мэра, в команду главы муниципалитета, мы вовлекаем их в команду управления городом. На полях инвестиционного форума рассматривали и вложения регионов в развитие сферы медицины. Чувашская республика, отмечают эксперты, демонстрируют успехи. В национальном рейтинге регион занимает второе место. С начала реализации национального проекта здоровья, потом модернизации здравоохранения, дала, конечно, синергетический эффект. За последние только годы, с учетом поддержки Федерального министерства здравоохранения, мы снесли каждый четвертый ФАП. Есть там отдельные вопросы, но они разрешимы, с учетом от принятых последних даже решений. Это фельдшер, который на безвозмездной основе получать будет сейчас 500 тысяч рублей. Мы изучаем опыт работы Чуваши и других регионов Российской Федерации. Стараемся принять все самое лучшее для нашего пенинского региона. Я хотел бы доложить о том, что у нас тоже идут положительные тенденции в сфере медицины. Стратегия развития медицины уже определена. Ключевая задача на ближайшие 7 лет увеличить продолжительность жизни россиян. Три приоритета. Снижение потребления алкоголя, снижение распространенности табакокурения, как минимум в два раза алкоголь на 40 процентов. И, конечно, здоровый образ жизни, повышение доступности первичного звена здравоохранения, увеличение объемов лекарственного обеспечения населения, то есть не только льготным категориям граждан. Уже в 2025 году продолжительность жизни должна превысить 76 лет. Амбициозная цель, добиться которой будет непросто. Участники форума отмечают, что сейчас необходимо найти новые подходы в управлении системой здравоохранения страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Исочи. На три года вперед распланировать работу с учетом прошлых недоработок. В Маргаушском районе подвели итоги 2017 года. Туда с рабочим визитом отправился и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Средний и малый бизнес в Маргаушском районе последовательно развиваются, причем предприниматели стараются занимать промышленные ниши. Увеличиваются обороты и в сельском хозяйстве. В 2017 году сельхозорганизации и фермерские хозяйства собрали около 34 тысяч тонн зерна, что больше почти на 6 тысяч тонн по сравнению с годом ранее. Тема сезона – закупочные цены на молоко. От 13 до 15. А почему 2 рубля – разница тоже существенная для производителей? Вы же выписываете сопроводительные документы. Вы же можете видеть, знать своей командой. Райпа у нас собирает по 13 рублей. Бурнарский сон собирает по 14 рублей. Но они рассчитываются? Да, рассчитываются. Бурнарский сон? Да. И ударник у нас собирает тоже по 15 рублей. Задача местных чиновников – контролировать сборщиков и тщательно следить за качеством, отметил Михаил Игнатьев и добавил перечень явных недоработок. Не столь активно продвигается программа инициативного бюджетирования. Желающих принять в ней участие можно пересчитать по пальцам. В районе успешно реализовали два проекта по инициативному бюджету на общую сумму 2 миллиона 879 тысяч рублей. В том числе с привлечением денег в свет населения и бизнеса – 577 целых 60 тысяч рублей. Это на ремонт Шуркасинского клуба, Геребокасинском поселении и обустройство спортивного площадки в селе Юнга, Юнгенцемсельском поселении. Список объектов явно должен быть шире. Продолжил важную тему Михаил Игнатьев уже на рабочей встрече с главой района и главой администрации Маргаушского района. Они уточнили, что в этом году в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, которые основаны на местных инициативах, участвуют уже 14 проектов. Мы не доработали главы поселения, мы тоже не смогли убедить. Капитальный ремонт на квартире домов, Рафик Парай, и Лигунда тоже не дорабатывали. Один дом фактически он отказался, мы сейчас его на этот год переносить собираемся. Отказался, участвуют люди сами. Коррективы в перспективное планирование развития района на ближайшие три года уже внесены. Ирина Волкова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Федеральный проект по благоустройству ЖКХ и городская среда впервые стартовал в России в прошлом году. Он позволил вплотную заняться благоустройством общественных пространств и придомовых территорий. В столице Чувашии за прошлый год реконструировали 28 объектов масштабной планы и на этот год. Новый парк или пешеходная улица, красивая набережная или сеть велодорожек. Что и где построить в своем городе, решаете вы. Изначально планировалось вынести на голосование 10 общественных пространств. Для этого до 9 февраля в администрациях районов был организован прием предложения от граждан по территориям, которые они хотели бы благоустроить в первую очередь. Активность горожан в этом вопросе зашкалила, поступило более 5000 предложений. В итоге на рейтинговое голосование решено вынести 18 общественных пространств. Здесь и набережная Чебоксарского залива, и Кадетский сквер ЗДК трактор строителей, и территория около магазина Шапашкар и лесной массив Дубовая роща. Весь перечень адресов можно найти на сайтах администрации города Чебоксары и районов Чувашии. Для более подробного ознакомления с благоустроенными территориями будет организована презентация проектов в администрациях районов и города. Кроме этого, у горожан будет возможность ознакомиться с дизайн-проектами, которые будут представлены в виде буклетов. В состав этих комиссий должны входить и представители политических партий, общественных организаций, в том числе Народный фронт, территориально-общественное самоуправление и так далее. Для того, чтобы этот процесс был понятен, управляем, легитимен, чтобы потом ни у кого не возникало жалоб и мыслей, что произошла какая-то фальсификация. Это их право, поэтому этот процесс должен быть максимально открытым и прозрачным. Проголосовать за понравившийся проект можно будет 18 марта. И даже если в этом году ваша инициатива не будет поддержана, это вовсе не значит, что про адресное благоустройство можно забыть. Перечень объектов сохранится. В этом году средств хватит на благоустройство нескольких масштабных пространств. Принять участие в рейтингах голосований может каждый. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Андрей Спиридонов, Республика. В Чубаксарах в минувшие выходные произошло несколько ДТП, одно с человеческими жертвами. Трое молодых людей погибли на месте, еще двое госпитализированы и, как стало известно сегодня, один из них скончался. Печальную статистику пополнил и утренний случай на улице Ленинского комсомола. В ночь в субботу на воскресенье на гражданском кольце в Чубаксарах произошло ДТП. Лада Приора на большой скорости врезалась в столб и загорелась. В результате аварии три человека погибли на месте, один скончался в больнице. Еще один пассажир с тяжелыми травмами в больнице. По данным МВД, водитель был лишен прав, а машина принадлежала его отцу. Обстоятельства ДТП выясняются. Около девяти часов утра на нерегулируемом перекрестке неподалеку от торгового центра под колеса грузовика «Вольво» попала женщина 79 лет, жительница близлежащего дома. По словам водителя, она переходила дорогу и не смотрела по сторонам. При этом была в капюшоне. Фура не смогла остановиться от полученных травм. Женщина скончалась на месте. Дорожно-транспортных происшествий могло быть больше, но сотрудники ГИБДД успели некоторые предупредить. В ходе рейда нетрезвый водитель. С начала года в поле зрения инспекторов попали почти 80 таких автомобилистов. ГИБДД напоминает. Управление в нетрезвом состоянии карается лишением права руля на срок до двух лет и штрафом в 30 тысяч рублей. Отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к вождению в нетрезвом состоянии и влечет ту же ответственность. Для повторных нарушений меры значительно жестче. Либо штраф до 300 тысяч, либо принудительной работы, либо лишение свободы. Водительское удостоверение при этом случае изымается на три года. Однако некоторых эти меры не останавливают. Примечательно, что большинство считают себя абсолютно адекватными. 0,520 мг на литр. Это превышает предельно допустимые показатели, которые есть. Примерно в три раза. Должно быть не больше 0,16 мг на литр. У вас 0,520 мг на литр. Вот что это. То есть у вас на данный момент установлено состояние алкогольного опьянения. Я себе не чувствую. Я понял, что не чувствую. Алкотестер показал, что вы надули 0,520 мг на литр. Если вы заметили подозрительный автомобиль, сообщите по телефону 24-27-11, 24-07-70, либо 102 с мобильного телефона. А в Комсомольском районе житель Ульяновска пытался дать взятку полицейскому. Водитель настойчиво предлагал инспектору 70 тысяч рублей после инсценировки ДТП. По данным Следственного комитета, злоумышленник со своими друзьями в феврале приехал в Комсомольский район из города Ульяновск. Они специально подстроили ДТП, чтобы получить страховку за машину. Когда их раскусили, молодой человек стал настойчиво предлагать инспектору ГИБДД 70 тысяч рублей. Полицейский отказался. Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Ульяновска по статье «Покушение на дачу взятки по факту происшествия на автодороге». Сотрудниками полиции было установлено, что никакого ДТП не было. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Отмечу, что за такие деяния предусмотрено наказание уголовным кодексом в виде штрафа в размере до 1,5 млн. рублей, либо до 8 лет лишения свободы. Детский фонд «Чуваши» отмечает 30-летие. Празднование этой даты приурочили к старту ежегодной благотворительной акции именем детства во имя детства. Более 40 млн. рублей собранных средств и тысячи счастливых детей – это итоги работы детского фонда только за последние 5 лет. Цель на этот год – амбициозная – собрать 10 млн. рублей. Ставим задачу как можно больше привлечь людей, которые оказали бы помощь нашим детям. И в то же время, я думаю, уверен, при оказании помощи частичка доброты еще остается в своем сердце. И человек понимает, что он не зря живет, что он помогает детям, которые нуждаются в этой помощи. «Чуваш» – один из тех регионов страны, где свой вклад в копилку марафона вносят тысячи людей. Это не только отдельные люди, но и целая организация и компания республики. «Предприниматели Чувашской республики ведут социально ответственный бизнес. Это социальная политика. Не ради того, чтобы там зарабатывать финансовые средства, зарабатывать прибыль. Это очень важно. И этот фонд как раз дает возможность стимулировать все эти блага для того, чтобы социальное самочувствие каждого человека, оно только улучшалось». Самые активные из них получили из рук главы республики грамоты и благодарности. Собранные средства распределяют по благотворительным проектам и программам. Теплый дом, срочная социальная помощь, помощь детям-инвалидам – лишь малая их часть. Еще одно направление работы – поддержка талантливых детей. Они получают стипендии фонда. «Помочь детям и принять участие в марафоне можете и вы. Для этого нужно обратиться в отделение фонда или перечислить денежные средства на расчетный счет, указанный на экране». Известное чувашское произведение в необычной вариации. В Национальной библиотеке прошла презентация уникальной монографии «Илимби Тургай» Нарспиана. Книга написана по мотивам поэмы Нарспи Константина Иванова – основоположника чувашской литературы. В ней собрана обширная галерея лучших иллюстраций, графика и живопись художников разных творческих направлений. В числе первых созданием познакомился Рифат Фаткулин. Настоящий праздник для ценителей искусства. Это не просто книга, а уникальная возможность познакомиться с сокровищами поэмы Нарспи. В буквальном смысле увидеть то, что спрятано за словами. Формально у Нарспиана всего один автор – молодой искусствовед и педагог Илимби Тургай. На самом деле наглядно виден вклад множества художников, которые в разные времена иллюстрировали издание. Их около трехсот. Впервые все, что разбросано по многочисленным источникам, Илимби Тургай собрала воедино 10 лет кропотливой работы. Писалась она так долго, потому что очень обширный, богатый материал. В книгу включено более 50 художников, работавших по этой теме в разных направлениях и жанрах изобразительного искусства. Это живопись, это разные виды графики, станковая, книжная графика. Это, конечно же, произведение скульптуры монументальной, малая скульптура, произведение медальерной графики. Конечно, среди художников Нарспиана невозможно не отметить таких преданных рыцарей поэмы Нарспи. Это, конечно же, Петр Сизов. В его оформлении издано очень много изданий. Это про скивити. Автор, еще пахнущий типографскими красками новой книги, постарался сделать все, чтобы монография получилась насыщенной, доступной для понимания, давала полное представление о жизни, истории любви Нарспи и в наши дни. Конечно же, такого рода работы в последние годы инсу достаточно много издает. Но особенность этой работы, она стоит в том, что все-таки Нарспиана, то, что сотворил в 1908 году Константин Иванов, именно 110 лет в этом году, со дня выхода этой поэмы «Свет», это, конечно, не приходящее еще и будущим поколениям осмысливать, осмысливать и еще раз осмысливать. Нарспиана без преувеличения явления мирового масштаба. Бессмертная поэма была переведена на 17 языков, и каждый текст нуждался в оформлении. Их иллюстрировали выдающиеся зарубежные художники. Своёобразие особенно интересно, как автор сегодняшней книги «Илимби» Валерьевна сумела разобраться, проанализировать, ведь на каком языке издают, дух той культуры и проявляется в зрительных образах. Смотрим, даже корейское изображение есть, и, скажем, марийские, татарские издания, якутские издания, китайские издания. Везде чувствуется дух той культуры, который слит с поэтическим образом чувашским. Тираж монографии пока небольшой – 200 экземпляров. Книга поступит в библиотеки республики, в музеи, архивы и будет доступна для каждого читателя. И это еще не окончание работы, признается Ильям Питургай. Второй том «Не за горами». Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, «Республика». Иван Яковлев в сердце молодежи. Торжественный вечер с таким названием состоялся в Доме дружбы народов. Подготовку к 170-летию со дня рождения великого просветителя обсудили во время округлого стола. В этот же день на территории Дома дружбы народов заложили камень «Патриот». 25 апреля, в день рождения Ивана Яковлева, создателя современной чувашской письменности, учрежден национальный праздник – День чувашского языка. В этом году дата особенная – 170 лет. Поэтому участники круглого стола наметили совместный план мероприятий, подсвященный юбилею. В учреждениях образования и культуры, например, уже стартовали конкурсы рисунков и сочинений. В библиотеках намечены выставки, просветительские и информационные часы. Республиканский фестиваль «Мы, правнуки Яковлева» уже запустили на Таванрадио и Национальном радио Чувашии. Они принимают видеосюжеты о просветителе – видеозаявки с исполнением произведений Яковлева или собственных стихов. На сегодняшний день желающих выразить все свои чувства, проявить талант посредством выбираемой бумаги. Пусть немного, но они у нас уже есть. При этом нет ограничений в исковом формате. Все работы мы принимаем как на чувашском языке, так и на русском. Итоги большинства конкурсов подведут как раз 25 апреля. Тогда же наградят и поздравят победителей и особо активных участников. Мама, папа, я. Минувшее воскресенье на базе спортшколы Олимпийского резерва номер 2 спортивные семьи Чувашии соревновались в лыжных гонках за призы главы региона Михаила Игнатьева. В отличие от других массовых лыжных стартов, в соревнованиях участвовали мамы, папы и дети разного возраста. На лыжню вышли 53 семьи. Самым младшим участникам было 2,5 и 3 года. Да здравствует спортивная Чувашия! Да здравствует спортивные жители Чувашской республики! Вы молодцы! Так держать! Такие соревнования среди спортивных семей проходят в Чувашии уже седьмой год подряд. Победители определяли в пяти группах в зависимости от количества детей и их возраста. Самыми быстрыми в своих номинациях оказались Ефремова из Бресенского района, семья Леонтьевых из Чебоксар, семья Смирновых из Аликовского района, Суракина из Канаша и Егорова из Канашского района. На поле Айбеческого сельского поселения Бресенского района встретились экстремалы из нескольких российских регионов. Здесь прошли любительские соревнования по сноукайтингу. В рамках второго этапа Кубка Волги. В них приняли участие более 40 спортсменов из Чувашии, Мариэл, Татарстана, Москвы, Подмосковья и других регионов. В сноукайтинг увлекательный вид спорта, управляя кайтом, необходимо двигаться по снегу, на лыжах или сноуборде. И не просто двигаться по прямой, а совершать повороты, входить в виражи, делать прыжки и красивые вращения. Например, в дисциплине курс-рейс кайтеры развивают огромные скорости. Здесь важно умение управлять кайтом и выстраивать тактику гонки. Пройти дистанцию надо по заданным точкам в правильной последовательности. Еще и обогнуть знаки необходимо с нужной стороны. Спортсмены на этот раз проходили более длинную дистанцию. Если на первом этапе она составляла 15 километров, то сейчас 40 километров. Но ее прохождение отводилось 3 часа. Все сноукайтеры справились с задачей. Выгодные условия. Сбербанк начал работать по программе господдержки семей с детьми, которая позволяет взять ипотеку под 6%. Подробности в нашем сюжете я с вами прощаюсь. Семья Якимовых первой в республике получает льготную ипотеку от Сбербанка. У них двое детей. Благодаря этому и появилась возможность оформить ипотеку под 6%. Нам одобрили под 9,5%. Через неделю нам перезвонил наш кредитный менеджер и сообщил нам, что мы подаем под государственную программу под 6%. Долгое время Максим и Марина с дочкой Катей жили вместе с родителями в небольшой квартире. А благодаря программе господдержки смогли приобрести трехкомнатную квартиру в центре города. Я очень рада, что теперь мы можем сэкономить деньги и потратить их на семью, на ремонт, на новую квартиру. Я мечтала о братике и о своей комнате. И у меня обе мечты сбылись, потому что у меня родился братик, и у нас новая квартира. И своя комната. И своя комната. Кстати, если в семье появится третий ребенок, то Якимовы смогут продлить действие льготы. Мы, как самый сильный игрок на рынке ипотечном, вошли в эту программу. Не прошло и недели с момента ее старта, и уже первый кредит выдан. Вообще программа очень интересная. 6% гарантируется по ипотечному кредиту при рождении второго ребенка на протяжении трех лет. И если третий ребенок в семье появился, то еще на протяжении пяти лет ставка будет 6%. При этом можно приобрести жилую недвижимость как на стадии строительства, так и с оформленным правом собственности. Действовать программа будет до конца 2022 года. Кроме этого, в рамках стандартных программ Сбербанка по жилищному кредитованию, при покупке жилья от застройщиков, ключевых партнеров банка, действует ставка от 7,4% годовых. Не для участников таких программ ставки достаточно низкие. Сегодня можно купить ипотеку в строящемся доме, квартиру, под 7,4% годовых. Это в рамках совместной программы Сбербанка и наших всех ключевых застройщиков в Чувашии. Здесь вы можете получить условия иногда даже лучше, чем в офисе застройщиков. То есть наши менеджеры ипотечного кредитования специально для вас подберут индивидуальные скидки у наших крупнейших застройщиков. Это спецпредложение вы получите в наших центрах. Оформить ипотеку быстро и удобно можно с помощью дополнительных сервисов Сбербанка. Выбрать новую квартиру для большой семьи поможет сайт «Домклик». С помощью электронной регистрации можно зарегистрировать недвижимость без посещения МФЦ в кратчайшие сроки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова